Каждый человек кузнец собственного счастья. Это не зависит ни от чего, в том числе и от медицинского диагноза, считает художник из Тольятти Евгений Коробских. Два года назад Евгений в результате аварии лишился кистей рук и возможности ходить. Для успешного сварщика и боксера это был страшный удар. Чтобы отвлечься от боли, он начал рисовать. Держать зубами карандаш было непросто, штрихи получались слабыми. Но как только он переключился на краски, произошло настоящее чудо. Я помню в детском садике я рисовал, в школе, там изо были у нас уроки, по-моему, первый класс. И все, я после этого вообще не притрагивался. У меня черчения, это двойки были всегда. Розу я могу одну за день рисовать. Розы, они проще получаются, почему-то я не знаю. А вот, например, такой городской, вот это четыре, да. Просто когда я рисую, мне спокойно, мне хорошо. Сейчас Евгений автор 80 картин. Самый любимый из них – морские пейзажи. В родном Тольятти художник провел уже три выставки. Является лауреатом первой степени в областном художественном конкурсе. По приглашению самарских властей Евгений привез 50 картин на суд зрителя. Это стало возможно благодаря проекту общественной палаты «Творцы счастья», суть которого – помощь и поддержка творчества талантливых людей с ограниченными возможностями. Например, после выставки любую картину Евгения можно приобрести или сделать индивидуальный заказ. Мы будем делать еще очень такую функциональную акцентную точку на то, каким образом наши ребята, которые сегодня в силу своей инвалидности не могут принимать наиболее активное участие в процессе зарабатывания денег, каким образом они могут, собственно говоря, поправлять экономику своей семьи, формировать фундамент экономический через свое творчество. На открытие выставки пришло более 70 человек. Из них 20 – волонтеров культуры из различных вузов Самарской области. Такой проект не зря подается широко огласке общественности. Люди должны знать, что люди с ограниченными возможностями, они способны на большее даже, чем мы. Проект запланирован на один год. В следующем году спикерами выступит 12-летний певец «Лишеный зрения», глухонемой актер Пантомимы, девушка-поэт с ментальным отклонением. Более детальная информация будет размещена на сайте Самарской юношеской библиотеки. Елена Нижегородцева, Дмитрий Мешканцов. События.